В Казахстане растет число жертв купального сезона. В списке утонувших уже порядка 30 человек. Больше всего погибших в Южно-Казахстанской области. Врачи и спасатели призывают быть внимательными на воде. Ведь рельеф речного дна меняется каждый год. И там, где еще вчера было безопасно, уже сегодня могут появиться ямы. Александр Шиховцев зарекся купаться пьяным. На днях во время пикника он едва не погиб. Подвыпившие друзья забыли про него и уехали на пароме. Александр, уверенный в своих силах, решил переплыть Иртыш. Спасательная станция, напротив, получается, отдыхали. Нашел бревно какое-то, на нем решил переплыть. Идея оказалась плохой. Алкоголь способствовал тому, что молодой человек быстро выбился из сил и уже не мог двигаться, когда его обнаружили полицейские. Александр – единственный сын своей мамы. Увидев оперативное видео, она поняла, что едва не потеряла его. Действительно, то, что полиция водная спасла его и вытащили его, это, я не знаю, действительно спасибо им большое. В Казахстане с начала купального сезона вода унесла жизни 32 человек. Основная причина несчастных случаев среди взрослых – это нетрезвое состояние. Пьяному человеку очень сложно оценить степень риска. Спасатели советуют купаться при температуре воды выше 20 градусов. Если на улице очень жарко, то лучше всего входить в воду постепенно, чтобы дать телу привыкнуть к прохладной воде. Ведь в противном случае разница температур может привести к судорогам и даже к сердечному приступу. Пока что спасатели и водные полицейские Павлодарской области ведут в счете. Утопленников нет, зато есть несколько десятков спасенных. На днях доплыть до острова пытались три девочки. Прыгают с нового моста несовершеннолетние дети. Их детей доставили на спасательную станцию. К сожалению, из трех десятков погибших по всей стране – половина дети. Основные причины трагедии – купание в запрещенных местах и в нетрезвом состоянии. Алкоголь способен подкосить даже самого опытного пловца. Алиял Мухамбетова, Арман Якубов, Информбюро, Павлодарская область. Продолжение следует...